здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала сегодня у нас в работе блок управления от volvo s80 два с половиной turbo блок этот называется me90 нужно сделать тюнинг евро 2 делать мы будем с помощью комби лодера его модуля bcm16 то есть скрывать блок мы не будем будем использовать адаптер универсальный для комби лодера и вот такой вот адаптер для геолинка ссылку так на такой адаптер я скину внизу под видео давайте проверим номер по бошу зайдем на сайт бош также ссылочку на сайт бош я оставлю внизу под видео это сайт для проверки блоков для идентификации точнее сказать блоком значит у нас получается 0 261 209 108 нажимаем enter вот пожалуйста он выдал что блок этот м е90 bosch volvo на какую машину ставился все здесь написано полная информация ссылочкой сможете воспользоваться внизу под видео чтобы подключить нам блок на столе заходим в справочные материалы назначение контактов выбираем bosch bcm вот такая таблица нам вылезает и давайте посмотрим наш блок в этой таблице значит первое у нас масса постоянное питание питание от замка зажигания канхай канлоу калайн и g5 и показаны на g5 подавать 12 вот либо 5 вольт оставлять так ищем наш блок наш блок вот volvo значит грунт у нас масса второй контакт в 58 контактном разъеме то есть вот в маленьком дальше у нас идет пятый контакт это плюс постоянный тоже в этом же маленьком разъеме плюс отключение зажигания 15 и 16 тоже здесь дальше калайн идет у нас в девяносто шестом разъеме то есть вот в этом большом калайн и в девяносто шестом идут пины g5 с носки не написано чтобы подключать 12 вольт на адаптер dialing то используемся пяти вольтами итак мы по схеме из хелпа комбилодера подцепили блок подцепили адаптер dialing там требуется только два провода 7 15 контакт для g5 подключили хвост и давайте сейчас откроем комбилодер сделаем идентификацию включим питание и посмотрим что же у нас там стоит за флэш давайте откроем комбилодер выберем блок м е9 бсм дополнительно скорость поставим высокую и сделаем идентификацию эбо при работе с этим модулем идентификация прошла успешно показывает что у нас есть внешний пром что у нас есть флэш внешняя процессор у нас не читается то есть в процессоре данных нет нажимаем ok и считываем внешнюю флэш нажимаем внешняя флэш читаем скорость стоит максимальная поэтому читает очень быстро операция успешно завершена давайте сохраним для сохранения в бинарном формате нам нужно нажать клавишу shift перед сохранением нажимаем клавишу shift и сохраняем вот сюда сохраним файл успешно сохраняем открываем вот наш файл полностью флэш вся вот чтобы посмотреть имеет ли процессор mpc внутреннюю флэш мы можем выбрать внутренняя флэш и нажать чтение тип флэш не определен значит процессор mpc у нас не содержит внутреннюю флэш давайте прочитаем и пром так быстро прочитался и пром сохраним также его нажмем shift сохраним в папочку файлы и пром и вот у нас здесь есть теперь файлы и пром один вот он софт вин номер все здесь указан человек очень попросил залить ему прошивку от аддакт значит давайте откроем apps chiptool найдем у нас volvo bosch me 9 и сделаем идентификацию то есть откроем из нашей папки флэш вот он спрашивает желаете ли вы провести поиск прошивок магазине аддакт давайте нажмем да вот пожалуйста здесь значит и me2 получается евро 2 вот что ему и нужно динамичная версия адаптирована для активного стиля вождения версия под нормой евро 2 нажимаем купить на сайте переходим на сайт вот сразу же найдена прошивочка под volvo клиент просит аддакт значит мы покупаем аддакт контрольная сумма пересчитана то есть просто эту прошивку заливать нажимаем купить оплачиваем подтверждаем ну как обычно клиент попросил прошивку от аддакт с сертификатом давайте откроем программу apps chiptools выберем bosch me 9 0 идентификация и зайдем найти в магазине вот ставим галочку и скачиваем прошивку здесь даны все данные продолжить загружаем прошивку и сюда вносим номер клиента клиент согласен участвовать в вопросе в качестве в вопросе о качестве услуг получить код нажимаем и сейчас придет код подтверждения от клиента мы введем сюда и получим сертификат и так код получен к клиенту на телефон значит три три пять пять семь четыре подтвердить код проверки вот пожалуйста написан скачать сертификат вот сохраняем сертификат на рабочий стол для клиента мы можем его распечатать вот пожалуйста работы проведены здесь все дано печать стоит и клиенту распечатаем сертификат и он будет с ним вместе есть проверять прошивку если что-то вдруг не понравилось на основании этого сертификата он может попросить изменить прошивку или предъявить какие-то претензии и так файл мы подготовили вот наш родной вот файл который нужно будет залить в общем такой файл давайте заливать открываем комбилудр так включаем питание здесь у нас выбран как раз то что нам надо скорость высокая идентификацию делаем все идентификация прошла успешно теперь загружаем наш файл и нажимаем запись это ошибка была потому что у нас выбрана внутренняя флеш нам нужно выбрать внешнюю и только тогда нажимаем запись то есть здесь есть защита если вы выбрали неправильно флеш то комбилудр не запишет ее он напишет что буфер пустой но для внутренней флеш оно и понятно сейчас идет запись то есть он пишет область калибровок очень быстро записывать все успешно завершена запись эти блоки пропущены это область загрузчика пропущена он не пишет ее если вы хотите чтоб он записал полностью весь файл нужно нажать к трл альт и б тогда он запишет полностью весь файл для экономии времени пишем просто если мы делаем на основании вашего же файла не откуда то берем файл то мы так и пишем без области загрузчика загрузчик остается с вашего же файла пишем ok теперь делаем идентификацию все идентификация у нас прошла успешно значит блок рабочий итак дорогие друзья всем всего самого наилучшего отличной работы много клиентов и самое главное крепкого крепкого здоровья сегодня была volvo s80 блок me 9.1 читали модулем комби лодер называется он me 9 бсм без вскрытия блока а и 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